Беглец. Это была длинная процедура. Сначала Пашка шёл с матерью под дождём, то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли жёлтые листья. Пашка шёл до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в тёмных синях и ждал, когда отопрут дверь. В синях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло солёной рыбой, и вздремнул. Но вот щёлкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошёл в приёмную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приёмную, подпрыгивая на одной ноге, вошёл какой-то парень, Пашке самому захотелось тоже попрыгать. Он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал, «Мама, гляди, воробей!» «Молчи, детка, молчи!» – сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер. «Подходи записываться!» – пробосил он. Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лита, место жительства, давно ли болен и прочее. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приёмную прошёл доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенорам, «Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак этакой нога пропадёт!» Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал, «Сделайте такую милость, Иван Миколаевич!» «Тут нечего, Иван Миколаевич!» – передразнил доктор. «Сказано в понедельник, и надо слушаться, дурак! Вот и всё!» Началась приёмка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора. «Ну что орёшь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!» Настала очередь Пашки. «Павел Галактионов!» – крикнул доктор. Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком. «Что болит?» – спросил он, не глядя на вошедших. «У парнишки болячка на локте, батюшка!» – ответила мать, и лицо её приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой. «Раздень его!» Пашка пыхтя распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал неспеша стаскивать тулупчик. «Баба, не в гости пришла!» – сказал сердито доктор. «Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут!» Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху. Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. «Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил!» – сказал он и вздохнул. «Ну, показывай свой локоть!» Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал. «Ме-е-е-е-е!» – передразнил доктор. «Женить пора боловника, а он ревет! Бессовестный!» Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба. «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал!» Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. «Бить тебя, баба, да некому!» – сказал он. «Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая! Гляди, кась, дура, ведь это сустав болит!» «Вам лучше знать, батюшка!» – вздохнула баба. «Батюшка!» – сгноила парню руку, да теперь и батюшка! «Какой он работник без руки! Вот век целый, и будешь с ним нянчиться! Небось, как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила! Все вы такие!» Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда жиль папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба, мазями да каплями тут не поможешь, надо его в больнице оставить!» «Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?» «Мы ему операцию сделаем!» «А ты, Пашка, оставайся!» – сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся!» «У меня, брат, хорошо, разлюли малина!» «Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить!» «Я тебе лисицу покажу!» «В гости вместе поедем!» «А? Хочешь?» «А мать за тобой завтра приедет!» «А?» Пашка вопросительно поглядел на мать. «Оставайся, детка!» – сказала та. «Остается, остается!» – весело закричал доктор. «И толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу! Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать!» «Марья Денисовна, сведите его наверх!» Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь, не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу. Но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать. Но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки, всё громадное, прямое и яркое, были выкрашены в великолепную жёлтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, Оглядел палату и решил, что доктору живётся очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трёх кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, А на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, Который всё время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями. На одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырём на голове. На другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одёжи. «Это тебе», — сказала она, — «одевайся». Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевший рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, Что в таком костюме не дурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовала, как мать посылает его на огород к реке, Нарвать для поросёнка капустных листьев. Он идёт, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянных миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую перед Пашкой. «Ешь!» – сказала она. Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, овщах, кусок мяса и опять подумал, Что доктору живётся очень недурно и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот всё ещё хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его, возможно, дольше. Но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего. Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем. «А где же хлеб-то?» – спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щёки и выдохнул воздух. «Ну зачем сожрал?» – сказала укоризнена сиделка. «А с чем же ты жаркое есть будешь?» Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка, отродясь, не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашёл, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик. Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок. Наевшись, он пошёл прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось ещё четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом. Он сидел на кровати и всё время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные мерные кивания мужика казались ему курьёзными, производимыми для всеобщей потехи. Но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко. И он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с тёмно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков. «Тётка, зачем они такие?» – спросил Пашка у сиделки. У них парнишка в оспа. Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шёл. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул «Михайло!». Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушёл. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал в кружку. Кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика. Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса. «Дед, что это у тебя свистит?» – спросил Пашка. Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил. «Дед, а где лисица?» «Какая лисица?» «Живая!» «Где же ей быть?» «В лесу!» Прошло много времени, но доктор всё ещё не являлся. Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил ещё раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потёмки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. И ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придёт за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушёпотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры. «Понесём с кроватью, аль так?» спросила одна из них. «Так, не пройдёшь с кроватью». «Экка помер не вовремя, царство небесное». Один взял Михайлу за плечи, другой за ноги и приподняли. Руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий, это был мужик, похожий на бабу, закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами, и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосое пение. Пашка прислушался, взглянул на тёмные окна и в ужасе вскочил с кровати. «Мама!» – простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле проясняли потёмки. Больные, потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях. Мешаясь с тенями, всклоченные, они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились всё больше и больше. На крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приёмную, в которой сидел утром и стал искать выходной двери. Задвижка щёлкнула, пахнул холодный ветер и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль – бежать и бежать. Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперёд, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад, к больнице, обижал её и опять остановился в нерешимости. За больничным корпусом белели могильные кресты. «Мамка!» – закричал он и бросился назад. Пробегая мимо тёмных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Яркое, красное пятно в потёмках казалось страшным, Но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел весёлого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам. Он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришёл в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него. Ну и дурак, Пашка, разве не дурак? Бить бы тебя, да некому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!